Для приготовления салата нам потребуется отварной картофель, отварная морковь, зелень, отварная говядина, отварные яйца, это консервированные огурцы и яблоко. Все продукты я порезала кубиками. Яблоки я залила лимонным соком, чтобы они не потемнели. И теперь начинаем собирать салат. Заправлять салат я буду майонезом, еще нужна будет соль и перец. Теперь собираю салат. В миску отправляю картофель, морковь, мясо, огурцы и яблоки. Все перемешиваю. Добавляю майонез, соль и перец. Салат я выложила горкой и теперь ложкой делаю углубление по кругу. Одно и второе. Теперь выкладываем по кругу немножко зелени. Далее выкладываю слой морковки сюда. Вверх украшаем белком. На растительном масле поджариваю лук, нарезанный кубиками, где-то 3-4 минуты. Затем добавляю также нарезанные грибы и жарю все до испарения влаги. Отварной картофель нарезала кубиками и отправляю в сковороду. Обжариваю все в течение 5-6 минут. Приправляю солью и перцем. И оставляю, чтобы масса остыла. Для сборки салата использую кольцо диаметром 17 см. На дно тарелки немного майонеза. Первым слоем идут грибочки с картофелем. Консервированные огурцы натерла на крупной терке и отжала жидкость. Выкладываю и равномерно распределяю. С мясных компонентов можно взять отварную говядину, свинину, курятину, любое мясо, которое вы предпочитаете. У меня очень вкусная ветчина. Смешиваю ее с майонезом и выкладываю в форму. Следующий слой натертые на крупной терке яйца. Солю и делаю сеточку из майонеза. И сверху выкладываю натертый на средней терке твердый сыр. А затем отправляю салат в холодильник на 1 час, чтобы масса стабилизировалась. Для приготовления салата я взяла морковь, огурец, лук, перец, у меня красный и желтый. Заправлять салат я буду лимонным соком, оливковым маслом и солью. Можно еще добавить зелень. Кайраби очищаю от кожуры. Когда ее чистишь, она так пахнет, такой свежий-свежий запах. Вот такая капуста в очищенном виде. Кайраби и морковь можно натереть либо на крупной терке, либо на терке для корейской моркови. На этой же самой терке натираю и морковку. Огурец, перец и лук я нарезаю полосочками. Помещаю подготовленные овощи в миску, солю и все перемешиваю. Салат я заправила оливковым маслом и лимонным соком. К сожалению, камера это не записала. В емкость наливаю оливковое масло, лимонный сок, интенсивно встряхиваю и затем поливаю салат. Для приготовления салата потребуется отварная морковь, отварной картофель, консервированные огурцы, отварные яйца, красный маринованный лук, майонез, соль, перец. Еще я буду использовать отварную куриную печень. Все ингредиенты я порезала мелкими кубиками. Печенку сначала хотела потереть на терке, но она потом превращается в такой паштет. Мне не понравилось, поэтому если хотите, можете попробовать. Еще потребуется форма, в которой я буду собирать салат. Я взяла вот такую из фольги. Можно взять для кексов, такую потверже. И застелила ее пищевой пленкой. Печенку я немножко солю. Добавляю черный перец. Добавляю майонез. Все перемешиваю. Пробую на вкус и при необходимости досаливаю. Теперь собираю салат. На дно формы выкладываю печенку. Равномерно ее распределяю. Так, прижимаю. Далее выкладываю красный маринованный лук. Распределяю ее равномерно. Дальше идут у нас яйца. И добавляю тертый сыр. Делаю сеточку из майонеза. Выкладываю сюда отварную морковь. Распределяю равномерно. Делаю сеточку из майонеза. Следующий слой огурцы. И следующий слой картошка. И теперь тоже слой майонеза. Так, майонез немножко распределяю. И теперь закрываю это все пленкой. И отправляю в холодильник на 2-3 часа, чтобы салат пропитался. Можно наночь оставить в холодильник. И вот посмотрите, какая вкуснота получилась. Очень просто, быстро и доступно. Благодарю, что смотрели мое видео. Если вам понравился рецепт, поделитесь им со своими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на мой канал. И до новых вкусных рецептов. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok